Итак, давайте мы начнем лекцию номер 7. И главными героями сегодня будут вот такие вот суммы. Давайте мы с вами их запишем. Значит, А от Х. Это сумма по простым числам вот такого вида. Логарифм П делить на П. Еще мы с вами будем рассматривать вот такую вот сумму В от Х. Которая определяется так. Это сумма по величинам обратным простым числам. То есть, у меня у нас 1 делить на П. Ну и, наконец, сегодня мы с вами будем рассматривать произведение С от Х. Произведение по всем простым числам, не превосходящим Х. 1 делить на П. То, что мы сегодня с вами рассматриваем, это, так сказать, опять же, это не будет асимптотический закон распределения простых чисел, но первое к нему приближение. Сегодня мы с вами докажем теорему Мертенса. И теоремы Мертенса, они как раз про асимптотическое поведение вот этих вот трех величин, которые я сейчас написал. И первое, с чего мы с вами начнем, это докажем асимптотическую формулу для суммы А от Х. Итак, теорема. Она принадлежит Мертенсу. И согласно этой теореме, А от Х ведет себя так. Логарифм Х плюс О большой от единицы. 3х, стремящийся к плюс бесконечности. Вот это утверждение на самом деле можно уточнить. То есть на самом деле можно написать, Логарифм Х плюс явно выписанная константа и плюс величина, которая стремится к нулю с ростом Х. Но вот такое утверждение, оно будет следовать из асимптотического закона распределения простых чисел. Пока что мы докажем вот такой более простой вариант. Так, доказательства. Давайте попробуем. Значит, изначально рассмотрим сумму Т от Х, которая у нас была на прошлой лекции. Это сумма по Н превосходящим Х логарифмам Н. И мы с вами показали на прошлом занятии, что вот эта вот сумма логарифмов, это вот что такое. Значит, логарифм Н это сумма по всем делителям функции Мангульта. И теперь давайте поменяем порядок суммирования не так, как мы это делали на прошлой лекции. Внешняя сумма будет по Д, будет суммироваться функцией Мангульта. Далее будет суммироваться Н превосходящим Х. И как и Н. Такие, что вот это условие выполнено. То есть, Н должно делиться на Д. Ну и количество чисел в этой сумме мы с вами легко посчитаем. Это числа вида К умножить на Д, где К не превосходит Х делить на Д. Сколько таких чисел? Целая часть от Х делить на Д. Д не превосходит Х. Для Мангульта Д. И целая часть от Х делить на Д. Ну а теперь мы сделаем вот такой вот простой шаг. Возьмем и целую часть распишем в виде разности аргумента и дробной части. Д не превосходит Х. Лямб Д от Д. У нас появится Х поделить на Д. И минус я сразу сумму. Вот так напишу. Лямб Д от Д умножить на другую часть. Х поделить на Д. Хорошо. Значит, вот эта вот сумма у нас тогда распишется в таком виде. А вот эту сумму мы сразу с вами оценим. Значит, сумма функ... Модуль вот этой суммы не превосходит сумму модулей. Вот эти вот дробные части мы просто оценим сверху единичкой. И у нас появится просто сумма функции Мангульта. А сумма функции Мангульта это Пси от Х. А Пси от Х это О большой от Х. Поэтому можно написать вот так вот. Таким образом мы стартовали отсюда и получили вот это равенство. Так как Т от Х у нас... Мы с вами вычисляли на прошлом занятии вот в таком вот виде. Оценим еще грубее. Можем записать так. То, сравнивая с вот этим выражением, у нас как раз получается то, что нужно. То есть, сравнивая вот эти выражения, сокращая на Х, у нас получаем требуемое. Лямбда от Д делить на Д это логарифм. Х плюс О большой от единички. Хорошо. Мы получили практически то, что мы хотели. Но у нас сумма просто по простым числам. Опять же вспоминаем трюк с прошлого занятия. Наибольший вклад в эту сумму будет вносить именно простые числа. А степени простых, они на самом деле дадут вклад, которые ограничены и превосходят О большой от единицы. Но давайте это на всякий случай распишем. Значит, сумма по Д непревосходящим Х лямбда от Д делить на Д это сумма по простым непревосходящим Х логарифмом П делить на П и плюс вклад по всем остальным степеням. К у нас будет пробегать показатели, П у нас будет пробегать простые числа. Простые числа такие, что П в степени К меньше либо равно Х. И что у нас будет? Лямбда от П в степени К это будет логарифмом П. Д это у нас будет просто П в степени К. Расписали вот таким вот образом. Ну а теперь давайте просто вот эту вот сумму с вами возьмем и оценим. Поменяем порядок суммирования по П и по К. Первая сумма это А от Х. А вот здесь меняем порядок суммирования. Здесь у нас будет П, чего П не превосходит. Ну самая маленькая К это двойка, так что П в корне заведомо не превзойдет. Хотя это не так важно. К у нас больше либо равно двойке. П в степени К не превосходит Х. И здесь будет, вот здесь я логарифм П могу написать, а здесь у нас будет суммироваться 1 на П в степени К. Забуду про вот это условие, тогда вот эта сумма разве что увеличится. И у нас получится сумма геометрической прогрессии с знаменателем 1 делить на П. Эта сумма у нас равна 1 делить на П квадрат умножить на 1 делить на 1 минус 1 ПТ. Ну и отсюда все легко получается. Давайте я продолжу на другой части доски. Значит так как сумма по простым, дальше сумма пока больше либо равна двойке, здесь я напишу логарифм П, а здесь я напишу 1 на П в степени К, не превосходит сумма по простым логарифм П. Здесь 1 на П квадрат на 1 минус 1 ПТ. Это в свою очередь не превосходит сумму по всем натуральным числам логарифм Н делить на Н в квадрате минус Н. Ну натуральные плохо, простые у нас двойки начинаются. Давайте я напишу Н больше либо равна двойки. Но это ряд сходящийся, так что это у нас О большого от 1. Поэтому вклад вот этой вот суммы, которую мы отделили, она войдет в О большую от 1. Ну и тем самым утверждение, первое утверждение доказано. Первое утверждение, оно носит, ну очень часто его называют первой теоремой Мертенса, но хотя кто-то в теореме Мертенса это утверждение и не выделяет. Поэтому так, значит первое утверждение нами доказано, а теперь давайте с вами перейдем к оценке суммы B от X. Мы сейчас тоже найдем асимптотическую формулу для вот этой суммы. Константин, могу стереть вот эту часть? Итак, теорема следующая. Очень часто вот эту теорему называют первой теоремой Мертенса. Ну и звучит это утверждение так. B от X ведет себя так. Это двойной логарифм X. Прибавить некоторая константа B1. прибавить O большое от 1 делить на логарифм X. И такая симптотическая формула справедлива, когда X стремится к плюс бесконечности. Ну опять же, короткий комментарий. Вот этот остаток можно на самом деле написать получше. То есть вместо логарифма X можно написать функцию, которая растет быстрее даже, чем любая степень логарифма. Но это будет все следовать, опять же, из асимптотического закона распределения простых чисел. Пока что мы доказываем вот такое утверждение с более слабым остатком. Ну и ладно. Эта теорема нам в дальнейшем понадобится. Доказательства. Ну и здесь, когда мы будем с вами доказывать, мы просто применим преобразование Абеля. Расписываем с вами B от X. И доказательства мы сведем просто к предыдущему случаю. То есть я возьму и сделаю себе логарифм P. B от X это сумма по простым числам, не превосходящим X. Логарифм P делить на P умножить на 1 делить на логарифм P. Ну а теперь просто давайте с вами возьмем и применим преобразование Абеля. Что делаем? Значит, в роли последовательности C от N у нас будет выступать логарифм P делить на P, а в роли гладкой функции будет выступать 1 на логарифм P. Но правда в преобразовании Абеля, в том варианте, что мы писали, там суммирование идет по сплошному промежутку, а у нас здесь по простым. Но это не страшно. Я могу формально написать так. На индикатор простого умножить? Просто на индикатор простого умножить, да и все. И тогда у нас просто суммирование будет по сплошному промежутку. И, ну и собственно все. Индикатор простого. Теперь у меня здесь будет логарифм N делить на N и умножь на 1 делить на логарифм N. Вот. А суммирует частные вот такие вот суммы я умею, потому что это в точности от X. Поэтому применяем преобразование Абеля и смотрим, что получается. А у нас N получается от двойки. Что? N в двойки. А, строго больше единицы получается. Да, строго больше единички давайте напишем. Строго больше единички, но в принципе я могу писать и от двойки тоже. Почему? Потому что, ну вот сейчас вы увидите. Давайте напишем пока для единички. То есть напишу строго больше одного. А дальше вы увидите, что на самом деле можно написать просто двойку. Что получается? Значит получается A от X. Значит суммирую вот эту штуку. А от X делю на логарифм X. Дальше я должен написать минус интеграл от единички. Докуда? До X. От чего? Сумматорная функция вот этой штуки. А это в точности будет AT. И умножить на производную вот эту вот функцию. 1 на логарифм T. Производная 1 на логарифм T. Будет у нас, появится знак плюс. И здесь у нас появится, что появится? Т логарифм T в квадрате. Ну и смотрите. Я утверждаю, что на самом деле вот здесь вот единичку можно подправить на двойку. Почему? Потому что вот эта вот сумма AT. Значит когда T у меня будет пробегать интервал от единички до двойки. Не включительно. Вот эта вот сумма AT будет просто пустой. Поэтому я могу вот здесь сразу двойку написать. А значение в двойке, то есть в одной точке на интеграл никак не влияет. Так что здесь я могу спокойно написать интеграл от двойки до X. Чтобы отделиться от вот этой непрерятной единички, в которой логарифм у нас обнуляется. Хорошо. Значит A от X мы уже с вами оценивали. Значит давайте из A от X я отниму логарифм X. И тут же его прибавлю. Зачем я это делаю? Ну, за тем, чтобы выцепить константу. Значит здесь точно так же. AT минус логарифм T. И сразу же этот логарифм T я прибавлю. Прибавляем. У нас получится интеграл DT делить на T логарифм T. Вот это слагаемое какого у нас вклад дает? A от X минус логарифм X. По первой теореме это O от 1. O от 1 на логарифм X у нас получается. Значит 1 плюс O от 1 на логарифм X. Плюс. А вот этот интеграл, на самом деле, если мы его дополним до бесконечного, он у нас будет сходиться. Почему? AT минус логарифм T величина ограниченная. Если мы просто возьмем модуль интеграл, оценим в виде интеграла от модуля, у нас получится сверху константа, а внизу T на логарифм T в квадрате. Ну, вот такой интеграл сходится. Поэтому дополним наш интеграл до бесконечного. Получается вот так вот. AT минус логарифм T на T логарифм T в квадрате DT. Так. Ну, дополним до бесконечного, мы должны вычесть хвост. Ну, а вот этот интеграл давайте с вами сразу вычислим. DT делить на T это D от логарифма T. D, поэтому здесь у нас что получается? Двойной логарифм Х минус двойной логарифм двойки. Отлично. Ну, и вот остается нам оценить только вот этот интеграл. Ну, как его оценить? Ну, тоже понятно. Оцениваем. Значит, вот здесь я DT пропустил. Давайте напишем. Оцениваем вот эту вот штуку по модулю. Это какая-то константа. Так что у нас получается этот интеграл оценится в виде константа на интеграл от X A до бесконечности 1 делит на T логарифм T в квадрате. Как эта величина себя ведет? Значит, первообразно у нас на 1 на логарифм T и в точках X и плюс бесконечность. Получаем 1 на логарифм X по порядку. Так что получаем следующее. Значит, двойной логарифм X прибавить. И вот теперь я напишу саму константу B1. 1 минус двойной логарифм двойки. Плюс интеграл от двойки до плюс бесконечности. 1 на T логарифм T в квадрате DT. И плюс мелочь. 1 на логарифм X. Ну и вот эта вот константа, которую мы с вами получили, это и есть та самая B1, которая заявлена. Значит, здесь мы говорили для некоторой константы. Вот мы эту константу явно выписали. Эта константа, конечно, зависит. Видите, вот здесь вот при ее вычислении приходится знать про простые числа. Ну и ладно. Это некоторое постоянное. Значит, вот эта первая теорема Мертенца нами доказана. Двигаемся дальше. А сейчас с вами давайте докажем вторую теорему Мертенца. Это как раз про вот это вот произведение. C от X. Стираем с доски. Гитара. Гитара. Теорема. И давайте ее назовем вторая теорема Мертенца. Как она звучит? Значит, звучит она так. Для некоторой постоянной C. Для некоторого C больше нуля. Имеем такую асимпетическую формулу. Значит, C от X это E в степени минус C делить на логарифм X и умножить на 1 плюс O большое от 1 делить на логарифм X. При X стремящемся плюс бесконечность. Константин, скажите, а может вы знаете, чему равно вот это вот значение константа C? Вот оказывается, вот это вот постоянное C, да, вот мы сейчас просто докажем ее существование, но цель сегодняшней лекции, вот я хочу аккуратно доказать, что вот эта константа C, это постоянное элеромаскирование оказывается. То есть та самая вот, которая возникает, когда мы гармонический ряд суммируем. Вот она, она вот здесь тоже удивительным образом возникает. Это не совсем просто доказать, но это можно доказать элементарными средствами. Вот я бы хотел вот часть занятия сегодняшнего посвятить тому, чтобы показать, что C это будет постоянное элеромаскирование. В рамках этой теории мы просто докажем, что такая C существует, а дальше попробуем в явном виде показать, что C это гамма. Итак, доказательства. Мы покажем, что Что в качестве C можно вот что взять, что C это B1 плюс B2, где B1 была определена в предыдущей теореме. Это давайте постоянное из предыдущей теоремы. А B2 это вот что такое. Это сумма по всем простым, сумма по всем K, больше либо равном двойке. 1 делить на K на P степени K. Вот так вот. Давайте мы с вами будем показывать. Давайте покажем. Поехали. Имеем. Расписываем с вами C в минус 1 от X. То есть, величину обратно вот этому произведению. Это будет просто произведение по всем простым X. 1 минус 1 делить на P в степени минус 1. Давайте просто сейчас возьмем и прологарифмируем вот это равенство. Сюда находим логарифм C в минус 1 от X равно. Логарифм произведения это сумма логарифма. Это будет сумма по всем простым непревосходящим X. Минус логарифм 1 минус 1 делить на P. А вот эту вот штуку давайте мы сейчас просто возьмем и разложим в ряд Тейлора по степеням 1 делить на P. Значит, я напоминаю, что минус логарифм 1 минус X, вот так раскладывается в ряд Тейлора. Значит, минус логарифм 1 минус X, это сумма, K от единички до плюс бесконечности, 1 делить на K на X степени K. То есть, X плюс X квадрат пополам, плюс и так далее, X кубе на 3. И это разложение верно, когда модуль X строго меньше 1. Вот так вот. Значит, давайте просто воспользуемся вот этим равенством. Что тогда получится? Тогда логарифмом C минус 1 от X равняется сумма по простым непревосходящим X. И сразу выделим вклад от первой степени. Первая степень это будет просто вместо X 1 на P надо написать. Будет 1 на P. А вклад оставшийся, ну, напишем K больше либо равно 2. И будет 1 на K на P в степени K. Хорошо. Но суммировать 1 на P мы уже с вами умеем, благодаря предыдущей теореме. Поэтому можем написать, что вот эта вот величина равна двойному логарифму X плюс, вот у нас константы B1 уже появляются в следующей теореме, плюс O большой от 1 на логарифм X. Значит, вот это все это вклад просто от 1 на P вот в эту сумму. Ну, а вклад вот этого в слагаемого тоже понятно, как оценить. Просто нужно дополнить сумму по простым числам до бесконечности, потому что этот ряд будет сходиться. Давайте напишем плюс, сумма по всем простым числам, по всем K больше либо равно 2, 1 на K на P в степени K. Как раз это наша константа B2, ну и минус вкладку простым числам, большим X. И вот здесь я должен написать K больше либо равно 2, 1 на K на P в степени K. Ну и все. Остается просто сейчас оценить вот эту вот сумму, показать, что она в этот остаток просто войдет и обратно пропотенцировать наше равенство. Итак, заметим, что оцениваем нашу сумму. Сумма по простым большим X. ОК больше либо равно 2, 1 на K, P в степени K. Чего она не превосходит? Давайте вот эту вот K просто возьмем самым маленьким, это у нас двойка просто будет. 1 на 2, здесь у нас будет сумма по простым большим X. И опять же будем суммировать члены геометрической прогрессии. 1 на P в квадрате на 1 минус 1P получается. Хорошо. И что тогда? Чего эта сумма у нас не превосходит? 1 на 2, суммирование по всем простым можно снова заменить на суммирование по всем натуральным числам. И вот этот вот P в квадрате, будучи умножен на вот это дело, даст нам вот такое вот произведение. n на n минус 1 просто. Вот эта вот величина, это... Это просто 1 на n минус 1 минус 1 на n. Ну и если мы просто напишем вот эту вот сумму, знак перемен, у нас все будет сокращаться, кроме самого первого слагаемого, который по порядку как 1 на X. Так что вот эта величина очень, уж очень маленькая с ростом X. Ведет себя она как O большой от 1 делить на X. Ну и понятно, что O большой от 1 на логарифм X здесь в этой схватке победит. Он гораздо больше. Поэтому, возвращаясь к вот этому равенству, вы тоже к этому равенству у себя в тетради вернитесь, получается двойной логарифм X плюс B1 плюс B2, которая и есть наша константа С, и плюс O большой от 1 на логарифм X. Тем самым вот эта вот величина равна вот этой. Ну а теперь давайте просто проконтенсируем наше равенство. Отсюда получаем С в минус первое от X равно логарифм X. Получается, значит, я должен E возвести вот в степени вот этой вот всей суммы. E в степени двойного логарифма даст мне просто логарифм умножить. На что? E в степени этой суммы даст E в степени С. И, наконец, E возведется в степень вот такой вот бесконечно малой величины. А как ведет себя вот эта вот величина? E в степени U малая это 1 плюс U малая. То есть, это просто следует из разложения экспоненты в ряд Тейлора. Поэтому, раз так, я могу написать 1 плюс O большой от 1 на логарифм X. Это следует просто из разложения E в, ну, экспоненты в ряд Тейлора. Ну и посмотрите, все, что надо, нами доказано. Действительно, C от X это, сюда получаем, что C от X это как раз E в степени минус C. Логарифм у нас уйдет в знаменатель. И, опять же, вот эта вот величина возведется в минус первую степень. 1 делить на 1 плюс U малая это та же самая 1 плюс U малая. Это следует уже из разложения в ряд Тейлора функции 1 делить на 1 плюс X. Когда X маленькая. И получается следующее 1 плюс U большое от 1 на логарифм X. Ну, утверждение доказано. Значит, вот как с ростом X ведет себя вот это произведение. Ну и указанная теорема это теорема Мертенса. И, как видите, они доказываются совсем несложно. Единственная нетривиальность это будет сейчас показать. И вот, скорее всего, на это уйдет оставшаяся часть лекции. Давайте мы с вами попробуем доказать, что C это постоянная элеромаскирония. Итак, теорема. И вот справедливо такое равенство. Значит, C это B1 плюс B2, которое у нас было в предыдущей теореме. Равно гамма. Где B1 и B2 определены в двух предыдущих теоремах. А гамма это постоянная элеромаскирония, которая примерно 0,57. Итак, давайте доказывать доказательства. Мы с вами будем сейчас рассматривать две функции. Очень важная, значит, первая функция это Z-функция Риммана. Напомню, что при... Более того, мы сейчас будем рассматривать вот эти вот функции пока что на вещественной оси. То есть, S это пока что у нас будет вещественным аргументом. На следующем занятии S у нас уже будет величиной комплексной. А пока что S в данном доказательстве можно считать вещественным. Так что Z-функция Риммана при вещественном аргументе, большем единичке, можно представить в виде вот такого сходящегося ряда. Ряд из положительных членов. Хорошо. И чем мы еще будем пользоваться... Какой еще функцией будем пользоваться в этом доказательстве? Давайте рассмотрим еще вот такую вот функцию, которая иногда называется Z-функцией простых чисел. Z-функцией простых чисел. И здесь будет суммироваться все то же самое, только суммирование будет идти не по ряду натуральных чисел, а просто по всем простым. 1 на P в ступени S. И что нам еще понадобится? Нам понадобится утверждение, которое мы, наверное, строго будем доказывать на следующем занятии, но оно не совсем сложное. Это Эйлерово произведение для Z-функции от S. Для Z-от S. Это утверждение, которое равносильно основной теории Риммитии. Значит, давайте я вот здесь это утверждение напишу. Значит, мы будем еще пользоваться тем, что Z-от S можно представить в виде произведения по простым числам. Вот такого вот вида. 1 делить на P в ступени S. Ну и все это в степени минус 1. Ну и понятно, да, то есть, почему это, эвристически, почему это разница должно быть верным. Если вы вот это вот просто, возведете вот эту скобку в минус первую степень, это просто у вас будет сумма геометрической прогрессии со знаменателем 1 на P в ступени S. Все возможные степени появятся, когда вы раскроете скобки, у вас каждое натуральное число появится, и только оно. Ну, с весом равным единичке. А это в точности вот эта сумма. Ну, а аккуратно мы это покажем уже на следующем занятии. А сейчас давайте просто этим воспользуемся и рассмотрим вот такое вот выражение. Значит, пусть F от S это натуральный логарифм Z от S минус Z от S. Значит, заметим, что наши функции, вот если мы их определяем вот таким вот образом, они определены для любого аргумента большего единички. Я утверждаю, что существует такой предел. Существует предел при стремящемся к единичке справа от F от S. Я утверждаю, что этот предел существует. И более того, во-первых, давайте этот предел обозначим так. F от единичка плюс 0. Ну и смысл вот такого обозначения понятия. Я утверждаю, что с одной стороны вот этот предел равняется постоянной B2. B2 это у нас вот такая величина эта сумма по всем простым числам, сумма по всем k, больше либо равна двойке, 1 на k на p степени k. С одной стороны вот этот предел будет равняться вот этой величине. А с другой стороны мы с вами покажем, что этот предел равен другой величине, а именно γ-B1. А B1 у нас была определена в первой теореме Мертенса. То есть там что было? 1 минус 2 на логарифм Т плюс там вот такой вот сложный интеграл. АТ минус логарифм Т на Т логарифм Т в квадрате БТ. Ну вот так вот. Ну и поскольку константа С это у нас B1 плюс B2, то с учетом того, что B2 будет равняться γ-B1, потому что у нас распредел существует, он единственный, то как раз вот это вот равенство будет доказано. Значит, давайте первая часть доказательства. Давайте покажем, что вот наш предел равняется B2. Итак, раз так, давайте прологарифмируем вот это вот равенство. Доказываем первый пункт. Берем и логарифмируем выражение для Эллирового произведения взятого пункта Риммана. Получается у нас такая сумма. Значит, будет сумма по простым числам минус логарифм 1 минус 1 на П в степени С. Ну, ряд у нас сходится абсолютно, так что здесь все в порядке. А теперь давайте вот эту вот сумму, вот это вот выражение снова раскроем по формуле Тейлора. Что у нас появится? У нас появится 1 на П в степени С. А вклад всех остальных я запишу в виде суммы. К больше либо равно двойке. Вот это вот величина 1 на П в степени С возведет степень К, и она появится с весом 1 делить на К. Я напоминаю, что С у нас снова больше одного. Понятно, так как ряд, вот этот ряд у нас сходится абсолютно, я могу выделить отдельно вклад вот этого слагаемого, отдельно вклад вот этого слагаемого, ну и понятно, сумма от этого не поменяется. Вклад от первого слагаемого это в точности Z от S, то есть Z функция простых чисел. А вклад вот этого слагаемого ну давайте тоже выделим. Просто напишем сумма по простым, пока больше либо равным двойке, 1 на К, 1 на П в степени КС. Хорошо. Ну а теперь можем вычесть и посмотреть, какой у нас будет предел при С стремящемся к единичке справа. С стремящемся. Спасибо. Спасибо. Значит, у нас появилось вот такое вот равенство. И посмотрите, вот эта вот часть, она, конечно, определена только когда S больше единички, а вот эта часть, она определена в более широкой области. То есть, если я от единички на небольшое расстояние отойду, ну, скажем, если S у меня будет бегать от трех четвертей, скажем, ну, давайте до трех вторых, например, то вот этот ряд по-прежнему будет сходиться. Почему? Ну, понятно, потому что, давайте мы это даже аккуратно покажем, если S в таком промежутке, то сумма нашего ряда чего не превзойдет? Не превзойдет значение при самом маленьком S, то есть при S равном три четверти. 1 на K на P в степени три четверти K. И что тогда? Значит, давайте K, значит, при оценке вот про вот это вот K просто возьмем и забудем. И у нас появится 1 делить на P в степени три четверти K. Это сумма, опять же, геометрической прогрессии с каким знаменателем? 1 делить на P в степени три четверти. То есть здесь будет 1 на P в степени три четверти умножить на 2 и умножить на 1 минус 1 на P в степени три четверти. Ну вот эта величина у нас, когда самая большая? Когда знаменатель самый маленький. То есть когда вот эта дробь самая большая, то есть когда вот эта знаменатель самая маленькая. То есть при P равном двойке. Все, вот эта величина просто константы. Какой-то не превзойдет. А здесь у нас будет что суммироваться? 1 делить на P в степени три вторых. Могу просто промажорировать сумму ряда 1 на N, степени три вторых, это ряд сходящийся. Не превосходит. 1 на n в степени 3 в 2. Все, это величина сходящаяся. Смотрите, то есть мы наш вот этот функциональный ряд оценили таким образом. Модуль каждого слагаемого, но каждый слагаемый на самом деле положительный. Мы оценили самым маленьким значением, которым достигается S. Хорошо, и полученный ряд в итоге оказался сходящимся, потому что ряд состоит из положительных членов, и сумма ограничена. Ряд оказался сходящимся. Ну а тогда что отсюда следует? Отсюда следует, что по теореме Верштрасса вот этот ряд сходится абсолютно и равномерно на вот этом отрезке. Потому что каждый член ряда мы оценили некоторой величиной, сумма этих положительных величин ограничена. Ну и по теореме Верштрасса вот эта вот сумма определяет, вот эта вот сумма сходится равномерно на вот таком вот получается отрезке. А что тогда? Значит, давайте напишем, значит, вот эта сумма сходится равномерно на отрезке 3 четверти 3 вторых. И при этом, смотрите, каждая слагаемая вот в этой сумме, вот если я S устремлю к единичке, которая лежит во внутренности этого отрезка, каждая слагаемая в этой сумме сходится просто к 1 делить на k на p в степени k. То есть предел каждого члена ряда при S, стремящемся к единичке справа, даже вообще к единичке, существует. А теперь смотрите, тогда получается, так как вот этот ряд сходится равномерно, то предел сумм равен сумме пределов. Поэтому, если я вот в этом равенстве перейду к пределу при S, стремящемся к единичке справа, тогда вот здесь я перейду к этому же пределу. А так как ряд сходится равномерно, то этот предел будет равен сумме пределов. А в конкурсе непрерывно я вместо S просто единичку напишу. Отсюда, так как ряд сходится равномерно, можно перейти к пределу под знаком бесконечной суммы. То 1 на k на p в степени k получается. Хорошо. И вот эта величина, это в точности наша константа b2. То есть, мы показали, что предел реально существует, и более того, этот предел равняется величине b2. Хорошо. Ну а теперь мы с вами попробуем доказать вторую часть. Покажем, что вот этот предел равняется гамма минус b1. Это более сложная и интересная часть доказательств. Константин, стирай, да? 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 Константин. Так, не очень хорошо пишут. Так, значит... Когда из большей единички, Z-функция Риммана представляется в виде такого ряда. Ну и теперь, для начала, давайте мы с вами Z-функцию Риммана оценим снизу, сверху, при вот таком S. Давайте просто стандартно, так же, как мы действовали на предыдущих лекциях, рассмотрим вот такую вот функцию. При оценке такой суммы просто рассмотрим функцию y равно 1 делить на 3 в степени S. Значит, при каждом S эта функция убывает, и с ростом T стремится к нулю. Наша сумма ряда, ее можно представить в виде суммы прямоугольничков. Значит, давайте здесь единичка, здесь двойка, тройка и так далее. Значит, с одной стороны я могу вот так вот прямоугольнички нарисовать. И сумма площадей каждого из прямоугольничков, понятно какая. Это единичка, это 1 на 2 в степени S, это 1 на 3 в степени S и так далее. И сумма всех прямоугольничков это в точности значение Z-функции Риммана. И с другой стороны, это значение меньше либо равно, чем что? Чем вклад от первого прямоугольничка. Плюс вклад от всех остальных, которые я промажорирую интегралом от единички до плюс бесконечности. Ну, а этот интеграл, он считается, это просто 1 делить на S-1. Хорошо, но с другой стороны, наши же вот эти вот прямоугольнички можно нарисовать чуть иначе. Если я хочу оценить какую-то сумму снизу, давайте я просто нарисую, давайте вот этого вот сотрудника еще повыше. Я же могу вот так еще наши прямоугольнички нарисовать. Значит, сумма, значит, вот этот вот вклад от вот этого прямоугольничка это единичка. Вклад от вот этого прямоугольничка, от вот этого прямоугольничка это 1 на 2 в степени S, от вот этого 1 на 3 в степени S и так далее. Ну и понятно, если я все эти прямоугольнички просуммирую, я получу значение Z-функции Риммана. А как ее снизу промажорировать? Да просто тем, той же площадью кривой линейной трапеции. Ну, а этот интеграл считается, это 1 на S минус 1 просто. Хорошо. Ну и что тогда отсюда следует? Значит, из доказанных неравенств следует вот такая вот оценка. 1 меньше либо равно S минус 1 на Z от S, меньше либо равно чего? На S минус 1 все умножу, значит, здесь S минус 1 плюс 1, здесь будет просто S. Вот такое вот равенство есть. И давайте просто это равенство прологарифмировали. Получается 0 меньше либо равно логарифмом S минус 1 плюс логарифмом Z от S меньше либо равно логарифма S. И если S у нас будет теперь стремиться к единичке справа, то как будет себя вести логарифм S? Логарифм S это логарифм единички плюс S минус 1, которое O малое. Логарифм единички плюс O малое это просто O малое. Так что логарифм S при S стремящемся к единичке справа, это просто O большое от S минус 1. S стремится к единичке справа. Что тогда получается? Значит, модуль вот этой величины не превосходит какую-то константу умноженную S минус 1. А значит, вот это вот все, это просто O большого от S минус 1. Но тогда могу получить, могу записать так это делаем. Логарифм от Z от S будет тогда равняться минус логарифмом вот этого выражения. Или что то же самое логарифм S минус 1 плюс O большого от S минус 1. Ну и тем самым определенная веха в пункте 2 доказана. То есть мы сейчас показали с вами вот такое вот равенство. Сейчас будем из этого равенства что-то извлекать, какой-то пользы. Да, значит, заметим что. Значит, давайте рассмотрим вот такое вот выражение. 1 минус E в степени S минус 1. И что для этого выражения я могу заметить? Значит, поскольку S у меня стремится к единичке справа, то вот здесь у меня E возводится в очень маленькую степень. А раз так, значит, я могу вот эту экспоненту разложить по формуле Тейлора. И я возьму здесь, ну, скажем, первые... Давайте возьмем первые три слагаемых. Первые два слагаемых значащими и последний будет остаток. Значит, будет 1 минус. Раскладываем вот эту вот E в степени минус S минус 1 по формуле Тейлора. Значит, будет минус на S минус 1 плюс... Я, конечно, могу написать U малая от S минус 1, но это U малая легко оценить. Это будет U большой от S минус 1 в квадрате. И тогда получаем следующее. Раскрываем скобки, единички уходят. И S минус 1 можно сразу вынести за скобки. Получается вот так вот. И вот это вот равенство мы можем просто логарифмировать. Ну и опять же, логарифм от единички плюс U малая это вот это вот к самому малая. То есть плюс U большой от S минус 1. Можем написать так. Отлично. Ну и посмотрите. Вот это выражение очень похоже на вот это. Отличается оно просто только знаком. Так что отсюда следует вот что. Отсюда следует, что логарифм Z от S равняется минус логарифм S минус 1 плюс U большой от S минус 1. А минус логарифм S минус 1 вот мы посчитали. Так, это минус логарифм 1 минус E в ступени минус S минус 1 плюс U большой от S минус 1. Хорошо. Вот такого вот равенства получается. Логарифм Z это минус вот эта вот величина. Хорошо. А теперь продолжим. Значит, теперь вот этот вот логарифм мы разложим с вами снова в ряд Тейлора. Опять же, S минус 1 это величина маленькая. Могу достелить. Так. Значит, S-1 это у нас величина маленькая, значит, и при этом меньше одного, вот это вот самое главное. То есть, вот эта вот величина у нас меньше единички, и потому я могу, опять же, применить формулу для суммы, формулу для разложения минус логарифм X на 1 минус X в степенной ряд по степеням X. Применяю эту формулу. И что тогда получаем? Значит, так все это следует, что логарифм Z от S это вот что такое. То есть, я должен написать сумму по N от единички до бесконечности. У нас вот эти штуки появятся с весом 1 делить на N, и сами они будут суммироваться со степенями N. То есть, будет что-то вот такое. Это верно, когда S больше единички, S стремится к единичке в самом деле справа. Это я расписал вот этот логарифм. Ну, и плюс O от S минус 1, никуда не деется. Хорошо. Ну, а теперь давайте вот эту сумму, которую мы с вами расписали. Давайте мы ее сейчас внимательно поисследуем. Давайте сделаем вот такой вот интересный шаг. Он очень часто, на самом деле, возникает, когда имея дело с похожими суммами. Давайте мы эту сумму превратим в несобственный интеграл. Как это сделать? Значит, заметим, что мы заметим. Давайте я готовый результат писать не буду, а давайте мы просто сами, как будто его не зная, попробуем вот эту вот сумму в нужном виде написать. Значит, заметим, что плохая фраза. Давайте просто пусть H от X – это сумма по n, превосходящим X, 1 делить на n. Я могу так написать, n у меня строго больше 0. Рассмотрим такую сумму. n не превосходит X, n больше 0 у меня. И давайте я рассмотрю частичную сумму этого ряда. 1 на n, E в степени минус S минус 1, умножить на n. Применю сейчас просто преобразование Абеля. Значит, в роли последовательности у меня пускай будет 1 на n, а в роли гладкой функции пускай будет вот это вот. Что тогда получается? Ну, получится H от X делить на E в степени S минус 1, минус X минус интеграл, который вот, который как раз таки потом превратится в интеграл несобственный. Интеграл от 0 до X. Что у меня будет суммироваться? Интегрироваться H от T и на производную вот этого штуки. Значит, n у меня в T превращается. Дифференцирую по T, у меня будет минус S минус и в скобках S минус 1. С учетом вот этого минуса будет плюс, и множитель S минус 1 будет. И вот эта вот штука останется. E в степени минус, S минус 1, T, DT. Хорошо. То есть, при любом X я могу вот так вот записать, просто воспользовавшись преобразованием Абеля. Отлично. Устремим X плюс бесконечности слева, в левой части равенца и вправо. Вот это слагаемое, как оно себя ведет? Значит, вот это вот по порядку как логарифм X растет, а это при любом фиксированном S, это у нас просто какая-то показательная функция. Она растет быстрее, поэтому вот эта величина стремится к нулю. Так, значит, переходя к плюс бесконечности, получаем. Здесь у нас будет n от единицы до плюс бесконечности 1 на n, E в степени минус S минус 1, N. А вот эта вот величина будет стремиться к несобственному интегралу. Интеграл от нуля до плюс бесконечности, H от T, E в степени минус S минус 1, T, DT. Хорошо. Какая наша цель? Зачем мы это сейчас делаем? Смотрите, мы сейчас точно так же, как сделать для логарифма Z-функции, вот представили в виде вот такого вот ряда, откуда выцепили вот эту сумматорную функцию гармонического ряда. Вот то же самое мы сейчас сделаем для Z-функции простых чисел. Тоже мы ее представим вот в таком виде. И там у нас возникнет сумма по обратным простым числам. И только вместо T будет E в степени T. Помните, там эта сумма ведет себя как двойной логарифм. Двойной логарифм от E в степени T тот же логарифм. И вот когда я вычту, что-то я на этом пути уже получу из одного другое. Значит, теперь точно так же давайте поступим для Z-функций простых. И посмотрим, что будет. Z от S. Это сумма. Могу написать так. Сумма по всем n больше ни единички. И напишу здесь просто индикатор простых чисел. Делить на n в степени S. Применяя преобразование Абеля. И точно так же. Значит, для любого X больше либо равного тройки, например. Могу написать так. n больше единички, меньше либо равного X. Здесь я суммирую индикатор n того, что n число простое на n степени S. Применяю я преобразование Абеля. Только как? Что я буду здесь? Ну, смотрите. Делаю так. Давайте я выделю 1 делить на n. А дальше уже применяю преобразование Абеля. Здесь у меня появится 1 на n в степени S минус 1. n больше 1 единички, меньше либо равного X. Ну, а теперь давайте преобразование Абеля применим. Значит, вот эта вот сумма, это у нас будет как раз b от x. b от x это, напомню, в начале занятия мы с вами определяли так. Сумма по величинам обратно простым числом. Значит, b от x делить на x в степени S минус 1. Минус у нас будет интеграл от единички до x. Суммировать мы будем как раз b от t. И на производном вот этого. Значит, здесь у меня бегает n. То есть, я n должен заменить на t и продифференцировать по t. Значит, здесь у нас будет 1 минус s. 1 минус s при дифференцировании выйдет. И с учетом этого минуса будет плюс s минус 1. А здесь что будет? Производная t в степени 1 минус s. То же у нас 1 минус s на t в степени минус s. Так что у нас t в степени S уйдет в знаменатель. Вот что получается. Вот так вот. И, опять же, при каждом фиксированном s возьмем теперь и перейдем к пределу при x стремящемся к плюс бесконечности. С одной стороны, получим z функцию простых. А с другой стороны, что получим? Вот это вот у нас устремится к нулю. Потому что b от x ведет себя по порядку, как 2 на логарифм x. Это у нас функция. Здесь у нас показатель больше одного. Больше нуля. А этот интеграл просто станет несобственным. Ну и отсюда с вами получаем вот такое представление для характеристик, для ряда директор, которые являются производящим функциям простых чисел. то есть z от s это s минус 1 на интеграл от 1 до плюс бесконечности b от t на t в степени s dt. Отлично. Такое равенство у нас есть. Ну а теперь давайте просто сделаем стандартную замену в нашем интеграле. Давайте t заменим на g в степени u. И посмотрим, во что наш интеграл превратится. Значит, отсюда следует, что z от s это s минус 1 интеграл от 1 до плюс бесконечности. Давайте я просто перепишу пока. То есть вы можете это не писать. А теперь делаем замену. Значит, в нашем интеграле давайте t обозначим за e в степени u. Что тогда у нас будет? Тогда dt это у нас e в степени u. Здесь у нас тоже будет e в степени u. И они в итоге взаимодействуют. Значит, будет s минус 1 интеграл. Откуда у нас пределы интегрирования будут? Значит, если t это единичка, то u это 0. Так что от 0 до плюс бесконечности будет пределы интегрирования. b у нас будет уже от e в степени u. И что будет здесь? Из e в степени u вычтится e в степени u на s. То есть будет e в степени минус u на s минус 1 du. Вот так вот получается. Отлично. Итак, я теперь u на t заменю, чтобы приятно было вычитать из логарифма z от z. Итак, z от s. Это интеграл. Это s минус 1 на интеграл от 0 до плюс бесконечности. b на e в степени t на e в степени минус t на s минус 1 dt. Вот так вот. И таким образом, давайте, давайте еще для логарифма z тоже напишем, чтобы, ну, для полноты. И так вот что мы с вами получили. Это, вот так сказать, следующий шаг тоже нами совершен. Доказать еще плюс o, это смысл. Совершенно верно. Совершенно верно, спасибо. Да. Отлично. Итак, очередной шаг нами завершен. Ну и давайте завершим наши доказательства. Значит, сейчас давайте с вами вот что вспомним. То, с чем мы начинали сегодняшнее занятие. Значит, h от t. Это мы с вами доказывали ранее. Ведет себя так. Это логарифм t плюс постоянная элера маскероне. Она у нас так определяется, как постоянная, которая возникает при нахождении асимпетической формулы для h от t. Плюс u от 1 делить на t у нас было. Ну и эта асимпетическая формула у нас была справедлива. На самом деле можно написать, не ограничивая общность, начиная с единички. Хорошо. То, с чего мы с вами начинали занятие. b от е в степени t. Это что такое? b от е в степени t это двойной логарифм е в степени t. А это просто логарифм t. Плюс константа b1. И плюс o большое. От чего? От 1 делить на логарифм вот этой вот величины. Логарифм этой величины это 1 делить на t. Ну и вот эту вот, опять же неограничимую общность, можно написать для t больше либо равного 1. Вычтем теперь из одного другое, посмотрим, что получится. Да, смотрите, перед тем, как вычитать. Заметим, что при t больше либо равном 1, я хочу для своего удобства вот здесь вот вместо t единичку добавить. Смотрите. Я утверждаю, что o большой от 1 на t это o большой от 1 делить на t плюс 1 на самом деле. Когда t больше либо равна 1. Ну, это совершенно очевидно. То есть, если t у меня больше либо равна 1, то понятно, что 1 делить на t у меня, скажем, не превосходит, например, вот такого. 2t, а здесь у нас просто t плюс 1. Да, то есть, так как я вот такой раз смогу написать, ну вот, давайте я для удобства вот этим воспользуюсь. Поэтому давайте не ограничу общности. Вот здесь вот я тогда напишу плюс единички. Ну и вы тоже можете у тебя плюс единички написать. Хорошо. Ну а теперь вычитаем из одного раз другое. И сейчас вы поймете, зачем я плюс единичку там написал. h от t минус b от e в степени t равно. Значит, логарифмы у нас уйдут. У нас останется гамма минус b1 плюс o большое от 1 делить на t плюс 1. Это для t больше либо равного 1. Я могу написать так. Хорошо. Но на самом деле, вот это же равенство я могу написать не только для t больше либо равного 1. А для всех t, начиная с нуля. Почему? Потому что для t больше либо равного 0, ну, между нулем и единичкой не включая, h это пустая сумма. То есть, это 0. А вот эта вот величина. Ну, какое слагаем максимум у нас содержит? Ну, максимум одно, которое соответствует двойке. Поэтому это какая-то константа просто. Ну, и понятно, что когда t у нас от 0 до 1, ну, вот эта константа, а у большой от вот этого выражения, это тоже константа. Констант не превосходит по порядку константы. Так что, вот для этого я и написал, чтобы не напороться на 0, когда t у меня больше либо равного 0. Значит, давайте напишем все это же равенство. Очевидно, выполнено. И давайте посмотрим тогда, что отсюда получается. Значит, логарифм z от s минус z функция простых равняется. Почитаем из верхнего, из нижнего выражения верхняя. Вот так, вот так. И вот и вот и вот. И вот и вот. И вот и вот. Та-та-тата. интегрируем от 0 до плюс бесконечности вычитаем значит пользуясь вот этим равенством который верно для ты больше либо равно 0 имеем гамма минус b1 плюс совершенно верно да спасибо пишем о большого с минус 1 и вот здесь точно также о большая ответственность совершенно верно спасибо что следите правильно хорошо посмотрите какой вклад даст в этот интеграл величина гамма минус b1 значит да как мы смотрим на это разница смотрим на это разница как на равенство при фиксированном с большего единички с у нас больше больше единички но потом мы с устреминки единички справа пока что смотрим на из как на фиксированное число больше одного так что интеграл все у нас сходится все в порядке здесь какой вклад даст величина гамма Ну, понятно, какой. Гамма минус b1 из-под знака интеграла можно вынести, а s-1 можно, наоборот, вот сюда под дифференциал внести. И сделать стандартную замену. t на s-1 равно какому-нибудь, скажем, w. И у нас получится интеграл от нуля до бесконечности e в степени минус w d w. Поэтому давайте это напишем. Значит, s-1, гамма мин... так, s-1. s-1 мы занесли. Значит, давайте гамма минус b1. Интеграл от нуля до плюс бесконечности e в степени минус t, s-1 d на t на s-1. Значит, это мы обыграли вот эта слагаемая. Ну и давайте с вот этим тоже посмотрим, что получится. Плюс у большого будет интеграл от нуля до плюс бесконечности. и здесь точно так же. e в степени минус t на s-1 делить на t плюс 1 d t на s-1. Хорошо. Давайте посчитаем. Посчитаем первый интеграл, а второй интеграл... Ну, запишем так, что понятно, почему он будет стремиться. И так... Поехали. Значит, равно гамма минус b1 интеграл от нуля до плюс бесконечности e в степени минус w d w. И понятно, первый интеграл это просто единичка. Потому что первообразно это минус e в степени минус w, плюс бесконечности 0. И из нуля вычитаем минус 1. Получаем единичку. Хорошо. Второй интеграл под знакомого большой, давайте оценим. Интеграл от нуля до бесконечности, значит, будет e в степени минус w d w. И делить на что? Давайте просто выразим. Значит, так как w у нас это t на s минус 1, ну тогда t можно выразить так. w делить на s минус 1. Значит, здесь будет так, w делить на s минус 1 плюс 1. И опять же я забыл о большей от s минус 1. Хорошо. И посмотрите, мы стартовали с вами отсюда и получили в итоге то конечное выражение. Ну а теперь давайте снова перейдем к пределу при s стремящемся к единичке справа. Давайте вот это я делю отсюда. Переходя к пределу при s стремящемся к единичке справа, с одной стороны я получу f от единички плюс 0, а с другой стороны я что получу? Я получу гамма минус b1. Вот эта величина у меня будет стремиться к нулю. Вот эта величина у меня будет стремиться, вот эта вот с ростом s будет не ограниченной, а сам интеграл сходящийся. Поэтому вот этот интеграл также будет стремиться к нулю. Ну и тем самым у нас получается, что предел справа в единичке с другой стороны равняется гамма минус b1. Из единственности предела получаем, что гамма минус b1 равняется b2, ну и отсюда гамма равно b1 плюс b2, а b1 плюс b2 это как раз наша велосипедная констанция. Ну и тем самым мы с вами честно доказали вторую теорию Мертеса с постоянной элеромаскировой. Итак, значит, давайте на сегодня, на данный момент, когда мы наше занятие завершим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...